добрый вечер друзья светлана зачитай вопрос только громко давай громко как умею давай как умеешь громко в том что здесь вопросе очень много вопросов поэтому задайте берем в один вопрос что хотелось бы услышать наши методики которые помогают укрепить психическое состояние вот так вот как ты света укрепляешь свое психическое состояние у тебя есть методы какие-то но этих он сделал в том что что такое психическое состояние дает когда человеку как-то либо хорошо либо плохо либо нейтрально правильность как нос это на бытовом уровне конечно очевидно речь идет об укреплении дачеку явно плохо вот как делать чтоб я не было плохо давай дело в том что когда тебе плохо это значит у тебя это куча эмоций потому что кто-то обидел да то есть эмоции обиды какие то есть ты считаешь это разбалансировка на эмоциональном уровне я считаю что когда человеку плохо это безусловно разбил сировками матча не на физическом именно вот он хорошо на таком значит получать так тебе плохо на эмоциональном уровне все всеми людям примеры по-разному ты воспринимает например начинают сразу много кушать от другие наоборот перестает пушит от А какого-то стресса эмоционального. Одни кушают, другие не кушают. Мы из тех, что кушаем. Ну, очень многие люди стресс гасят по едой. Да, да, потому что сразу кармы поступают. Методики есть у нас? Ну, понимаешь, как? Я не могу сказать, что это методика какая-то. Это то, что я сейчас в последнее время делаю. Наработала. И на самом деле, да, это, в общем, помогает жить, скажем так. Так, давай. Дело в том, что вот когда к нам приезжал еще Михаил Бородянский, он там рассказывал про управление событиями и дал нам такой вот ключик. На самом деле, действительно, ключик, подход ко всему. Который для тебя сработал. Который для меня сработал. Дело в том, что мы по жизни не привыкли разделять эмоции и отношения. Вот, например, нам горько и обидно, да, и мы, например, обижаемся, да, обижаемся. Это уже обидно, это эмоция, а обижаемся, это отношение к тому человеку, который нас обидел. И думая внутри себя, что это все одно и то же. А на самом деле, вот сама обида сама по себе и то, что мы обижаемся на человека, это совершенно две разные вещи. Так вот, если попытаться в себе эти вещи две разъединить, то сказать, например, так, ну, вот меня обидели, мне обидно, да, я немножко пообижаюсь. Причем Михаил советует там пообижаться в течение какого-то времени. На самом деле, я попробую, это очень прикольно. Бородянский говорит, ты, говорит, скажи себе, вот у меня есть там час или там два часа на то, чтобы обижаться, а дальше уже все. На самом деле, я на себе попробовала, и получается такая история, вроде бы, кажется, что это как-то звучит очень странно, да, как можно пообижаться час, а потом, что не обижаться. Но как только вы у себя в голове поставили метку, что вот я обижаюсь час, да, то пройдет этот час, и вы спросите себя, а я хочу дальше обижаться или нет? И она, обида как-то сама уходит. По-моему, даже и час не пройдет, как-то оно раньше уходит. Я на самом деле себе ставлю очень коротенькие метки, там по пять минут, по десять минут, потому что у меня как-то получается это все очень быстро. Психотехника такая. Да, да. Вот как только ты поставил все время, да, получается, что вот, ну, пообижал, ну, поплакал немножко, ну, и все, и уже обида ушла. А дальше идет вопрос отношения, а вопрос отношения – это уже чисто вопрос разума. И ты начинаешь думать, ну, хорошо, допустим, там, я не знаю, меня обидел начальник на работе. Ну, вот он меня обидел, он там нехороший какой-то, да, но что я должна сделать? Как я должна к нему относиться? Если мне этот начальник уже какой-то в горле я его видеть не могу, могу ли я от него уйти? Ну, допустим, могу, тогда я просто возьму и иду на другую работу. А если я уйти никуда не могу? Ну, он же у меня есть такой начальник, да, значит, я должна себя как-то вести так и относиться к нему спокойно, да, ну, вот он такой, какой он есть, да, он меня обижает, там, унижает, это, там, что-нибудь такое, да, я должна к нему относиться такой, как он есть. Без эмоций. Да, индифферентно, совершенно без эмоций. И если вы научитесь, это на самом деле требует некоторых усилий, это не получится сразу с первого раза, но если вы научитесь немножечко анализировать свое состояние и попытаетесь сознательно отделить эмоции от отношения, то вам заметно легче станет жить на белом свете. Можно сказать, я добавлю, начальник, который обижает, в тот момент, когда ты перестанешь обращать на него внимание, что он тебя обижает, он перестанет тебя обижать или в значительной степени перестанет. Да, это вообще, да. Потому что обижать можно того, кто реагирует. Если человек не реагирует, то получается, что ты дурак. Да, дело в том, что тут же еще, понимаете, как вот я сейчас очень интересуюсь всякими энергетическими работами, все дело в том, что вот все вот эти вот обиды, да, и мы уже сейчас это документально имеем подтверждение, это все переход энергии, да, это все взаимодействие энергии разных людей. Так вот, если один человек полностью закрыт от того, чтобы на него влияли чужие энергии, то и второй человек, он как бы упирается в стенку, ему как бы не на кого это все выливать, то есть его энергия должна быть поглощена. Он ищет другой объект. Он ищет другой объект, да. И в этом смысле он тоже перестает нападать. Ну, просто тут как-то перестает вас замечать, скажем так, да, и сильно на вас аксентярует. Я только знаю, что я думаю, что это вот эта техника, о которой ты рассказываешь, и это твоя техника, тебя об этом спросили на самом деле. Но не факт, что там другого человека так же благотворно скажется, если он захочет это делать. Ты знаешь, что я так скажу, что поскольку техника не моя, меня же научил Михаил Бордецкий, да, то, а он-то уж, наверное, знает, что говорит-то. И он это проповедует в книжке об управлении событиями, поэтому... Рассказывает. Да, поэтому оно работает, да, то есть у меня-то часть, например, но у него-то больше гораздо примеров. Мне этот подход нравится, я его практикую уже там последние, может быть, полгода. И я смотрю, что у меня стало получаться, и более того, я стал гораздо спокойнее на все реагировать. А вот давай я тебя спрошу, а вот когда Михаил мне показал вот эту хохмочку с мячиком, куда складываются обиды... Это уже прикольно, да. Подожди, я стал лучше с этого момента. Да, но ты забываешь им пользоваться. Тут такой момент, тут вот нюанс, да. Если тебе чего-то дали, какой-то инструмент, да, то надо пользоваться, потому что, конечно, можно как этот ненужный гаечный ключ, куда-то заснуть и сказать, ой, а мне опять снова плохо, ну так ты вытащи и на пользу. Вот я такой метод взял, вот мне тоже Михаил Бородянский дал, он говорит, вот возьми мячик, у меня это теннисный мячик Света нашла где-то там в гараже, дала мне теннисный... Что, ты не в гараже, в коробочке нашла? В коробочке, ну коробочка была в гараже. И, значит, дала мне этот мячик. И, значит, техника такая, мы говорим, вот у меня все мои обиды находятся в этом мячике, причем это мои обиды, это не чужие, это я знаю, вот они у меня есть, вот эти... Вот я их туда сложил, так? Но они вне меня, они вот там, а я вот тут. Вот этот мячик, он лежит у меня всегда на столе, я всегда вижу, что он там, я знаю, что он там, что все мои обиды там, но не во мне, а вот там, да? И подтверждением Светланы это как бы на меня действует благотворно. Конечно, Светлана хотела бы, чтобы я этот мячик себе вшил внутрь, понимаете? И ходил бы с ним, и не говорил бы ей, что ж ты вот тут, и что ж ты вот там. Она так ради этого только хочет, чтобы она уже могла беспредельничать. Вот, но... Вот тоже действительно разбеспределение. Света, Света, это речевой оборот. Это не имеет отношения к делу. Вот, можно я так добавлю парочку? Или у тебя есть еще приемы? Нет, нет, говори, говори. Значит, я хочу сказать, что мой метод такой натуральный, не данный мне кем-то, но как бы выработавшийся со временем, он логический. И знаете как вот, у Ленина Владимировича была такая вещица, называлась Карл Маркс. Ну, такая статья, большая вот. И она начиналась со слов, учение Маркса всесильно, потому что оно верно. И дальше он все остальное рассказывал. Так вот, я хочу сказать, что вот эта хохмочка, о которой я вам сейчас расскажу, она всесильна, потому что она верна, она правду в себе несет. Абсолютную логическую, чистую правду. Может быть, эмоциональной правды там нет, а логическая есть. Значит, что получается? Я систематически являюсь объектом нападок. Значит, нападки бывают разного плана. Значит, есть нападки проплаченные. То есть мы знаем, кто платит, мы знаем, кому платят, там это как бы все. И вот там сочиняются истории всевозможные. Там кто-то там самоубийством покончил, там мы его довели. Это там еще какие-то истории идиотские. Вот такие же идиотские, как это. Но почему я рассказываю? Что есть люди, которые... Есть просто проплаченный бред, который там сочиняется и распространяется. Есть люди на голову больные, завистливые, там еще какие-то. Вот они тоже что-то там где-то пишут. И я поначалу, когда с этим столкнулся, я как-то был неприятно удивлен, потому что я-то делаю что-то, я же делаю с благими намерениями, я вижу счастливые лица, я вижу, как меняется жизнь людей. Вот там, знаете, иногда спрашивают, а вот я гуманитарий, а я могу, а у меня получится, а вот я адвокат, а у меня получится, а у меня вот сейчас семья два адвоката, два юриста. Там пять лет назад закончили, сейчас домик купили, понимаете, вот тестируют оба. Я просто чему рассказываю? Я радуюсь, я смотрю, и я вижу, что я хорошее дело делаю. И вдруг какая-то гадость идет. И дальше, значит, ну дальше вы начинаете соображать. И когда вы начинаете соображать, вы приходите к элементарным, не требующим никакого, там, ну, буквально, большого соображения, выводом, которые верны, потому что, как-то, всесильны, потому что верны. Значит, например, чем большее явление что-то из себя представляет, тем больше есть желающих прийти и погадить. Потому что гадить на маленькую моську, как бы, ну чего моськи гадить на моську? Попробуйте гадить на слона, а, это уже другое дело. Чем крупнее слон, тем больше желающих. Значит, ну и так далее. Да, следующий момент такой. Вот там, допустим, ну хорошо, кто-то пошел там, почитал или видео посмотрел, там, или что-то. И поверил, то есть там бред такой, что уже запредельный, уже ниже, ниже там не то, что плинтуса, а уже там куда-то в центр земли ушло. Но, пришел человек, увидел, прочитал и говорит, какой нехороший человек Михаил Портнов. Я думаю, ну это же благо, это же благо. Слава Богу, я не должен тратить время на этого человека. Пусть идет своим путем куда угодно. Если человек посмотрел, сказал, ну и бред, пришел, мы с ним работаем нормально. Значит, кто-то тратит свое время, душевные силы, ну уж какая там душа, значит, вот такие силы и тратит, на то, чтобы мне сделать жизнь легче, по большому счету. Ну правда. Вот если, скажем, взять там Пугачеву, она же вообще без охраны не может выйти никуда, или что-нибудь оторвут, там, от шарфа, от площадок, еще что-то, зацелуют до полусмерти. Понимаете, я, слава Богу, не такой популярный. Вот, там меня завидуют гораздо меньше людей и так далее. Поэтому, значит, и вы начинаете логически, говорит, ну да, но это же неизбежно. Это же неизбежно. И вы приходите вот к этому ко всему. Вот, допустим, вы попадаете в семью, вот у нас, говорят там, с родственниками. Вы начинаете говорить, ну это же неизбежно, вот у него есть мама. Это же неизбежно. Ну это светиная тема, я там, может быть, я просто метод рассказываю. Вы начинаете смотреть на это и вы начинаете давать место этому в своей жизни. Вот это один из методов, который Бородянский там рассказывает. Надо дать этому место. Оно же есть, ну дайте ему место и пусть оно там сидит. Вот в этом еще один мячик теннисный поставьте и скажите, вот здесь вот это все сидит. Оно там, я тут. Разошлись. Я еще скажу. Скажи, пожалуйста. Какое-то время назад меня это поразило, поэтому это запомнило. Ты сказал в одном из видео, что нужно благодарить всех. Нужно благодарить родителей, нужно благодарить там жизнь за то, что тебе дали. Ну вообще не важно, в какой ситуации ты находишься, даже в самом плохом. И один молодой человек как-то написал так, а я вообще не понимаю, кого я должен благодарить. Дело в том, что... вот почему она мне запомнила, потому что он так высказался, да. Ну действительно сложно. Дело в том, что для того, чтобы... для того, чтобы к тебе приходила хорошая энергия, ты должен сам ее излучать. Это мы об этом говорим бесконечно. Да, если ты делаешь что-то хорошее, оно к тебе возвращается. Это все, это все об одном и том же. Поэтому, вот если ты начинаешь утро с того, что ты просыпаешься, и ты говоришь, боже, какой дивный день, какая чудесная погода, я благодарен жизни за то, что она есть, я благодарен всем своим родителям и так далее, и так далее, это улучшает настроение и делает день немножко светлее, немножко лучше, независимо от того, где вы находитесь, в какой обстановке и что происходит вокруг. Ну, вот верующий человек, он глаза открыл, да, благодарит Господа, что ему дали еще один день жизни, могли не дать. Да. Там, сели за стол, да, значит, благодарит там за то, что есть стол там с пищей и так далее. Есть такая пословица, наверное, или поговорка, даже не знаю, улыбнись миру, и весь мир улыбнется, тебе, и мир улыбнется тебе, да. То есть, это, я не помню, кто сказал. Улыбайся, не улыбнись миру, улыбайся, и весь мир улыбнется тебе, да. Вот, вроде бы, это какие-то нехитрые вещи, и на самом деле, они где-то, эти по разным местам, где-то распиханы, и мы все их знаем, просто не употребляем. Знания разбросаны по миру, Кроме того, вот, допустим, если с какими-то родственниками диалоги не получаются, да, можно мысленно с ними поговорить, ведь получается так, что совершенно необязательно человеку что-то говорить лично. Можно к нему обратиться заочно, но от всей души. Вот, как ни странно, да, энергия, она же не материальная, но она передается, как вот мысль, она переходит, и у него нет границ. Вот сегодня по интернету лечат. Нет, я думаю, что оно материально, оно просто, оно не, может быть, рукой не пощупает. Да, его рукой нельзя пощупать, но оно материально, да, мысль материальна. Поэтому, если есть какие-то проблемы в отношениях, не обязательно с человеком эти отношения выяснять. Можно в конце концов это все сделать во внутреннем диалоге, да, выработать правильное отношение к этой ситуации, и она разрулится, и вам будет намного легче это все делать. Если мы вообще шире на это начинаем смотреть и говорить, какие у тебя там приемы, техники и так далее, но в конце концов можно раз в неделю, например, смотреть какого-нибудь мотивационного там спикера, правда? Есть там десяток совершенно замечательных людей, каждый из которых там рассказывает абсолютно любые темы, да неважно на какие. Ну вот о чем-то. Ну, послушайте, если уже так совершенно, то есть мы начали просто как с некоторой балансировки своего текущего состояния, но вообще, как только вы начинаете идти по этому пути, да, то этот путь, он на самом деле, превращается в широкую дорогу, и там много чего можно сделать, да? То есть тогда ты уже начинаешь смотреть, вообще, а чего я хочу от этой жизни, а куда я иду? Это уже слишком. но это уже получается, оно уже из этого вытекает, потому что мотивационного спикера нельзя слушать безотносительно того, что у тебя есть какая-то цель. Нет, абсолютно нет, абсолютно не соглашусь. Мотивационный спикер говорит тебе, посмотри, какой мир. ты даешь туда что-то, ты получаешь от него что-то, значит, надо с миром быть в гармонии, ты можешь не иметь цели в виде там закончить университет или стать президентом компании, это не нужно, мотивационный спикер тебя не этому учит, он тебя учит быть в гармонии с миром, понимаешь, с миром, с людьми, вот с этим совсем, поэтому я бы не стал в цель уходить. Это неплохо, когда есть цель, Свет, кто бы сказал. но это уже немножко из другой оперы, я же сказала, что это из другой оперы. Короче говоря, вот есть такие нехитрые какие-то приемчики, да, и, к сожалению, люди-то все это знают, но не пользуются. Не пользуются. Это вот в этом-то вся проблема. Свет, заповедь. Мой вам совет, запишите все на бумажку, повесьте у себя, да, над кроватью или где-то там. Смотрите на это все и пользуйтесь, и все у вас будет хорошо. и вообще начните с заповедей, там всего десяток, там кое-что можно, допустим. Табуреки 5 заповедей тоже очень помогают. А я тебе не перебивал. Извините. Вот, значит, там всего 10, ну там что-то такое сугубо религиозное можете убрать, но там оставьте, там не укради, не убей, там, да, значит, не лжесвидетельствуй, ну и так далее, там есть несколько, вот, значит, уже с этого можно начать, уже на самом деле там ключ-то там был давно, ну да, вопрос тоже не понял. Да, вопрос, но вот не соблюдаются это, потому что, если уже такие вещи люди не соблюдают, уже сложно, там они говорят, а дай какой-то конкретный приемчик, ну в общем, мы вам накидали много приемчиков, так что пользуйтесь, господа. Все, ребята, счастливо, и чтобы таки ваше психическое или какое там состояние было, душевное равновесие, стало лучше, было, было таки, равновесно, было в равновесии. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!